Рождество Твое, Христе Боже наш, Пусть сиям миром и свет разумом, Его звездам служащий, Звездою пуся, пуся, Рождество Твое, Христа Твое, Христа Твое, Христа Твое, Христа Твое. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с радостным и светлым праздником Рождества Христова. Мы вспоминаем событие, которое поистине изменило весь мир. Оно изменило не внешнее политическое устройство, оно изменило людей. И это очень важно помнить. Когда мы вспоминаем этот праздник, то мы понимаем, что он имеет в первую очередь духовное измерение. Господь, как говорит нам песнопение православной церкви, пришел и родился от девы, не ходатай, не ангел, но именно сам по своей величайшей любви. Именно то, что Господь не выбрал посредника, а пришел сам, воплотился, воспринял человеческую природу, говорит о величайшей любви к каждому человеку. Поэтому духовный смысл праздника, в первую очередь, это в ответе на любовь Божию. Господь пришел и с великим смирением обращается и стучит в душе каждого человека. И в эти радостные дни мы должны помнить, что сердце наше должно наполняться этой радостью, в первую очередь, не потому, что присутствуют внешние атрибуты праздника. Это праздничный стол, елка, подарки. Мы должны осмысливать именно то событие, которое изменило все человечество, и, я надеюсь, изменило каждого человека, который верует во Христа и разделяет христианское мировоззрение. Эта радость, она никогда не должна оставаться замкнутой, никогда не должна быть только в нашем сердце. Мы ей должны делиться обязательно. В наше время есть много причин и много людей, с которыми мы должны делиться и которых мы должны поддерживать. В первую очередь, я хотел бы обратить наше внимание на семьи тех людей, чьи мужья были призваны на воинскую службу, те, которые были мобилизованы. Мы должны обязательно быть с ними рядом, с их детьми, с женами, с родственниками. Поэтому в эти дни давайте обратим внимание и окажем особую помощь и поддержку этим людям. Также в эти дни мы должны ни в коей мере не ослабевать наши молитвы за мир, за то, чтобы прократились военные действия и выцарился мир, и люди продолжали бы свою земную жизнь с радостью и весельем. Еще раз всех поздравляю с праздником Рождества Христова. Пусть духовное наполнение этого праздника преобладает над внешним, материальным, и пусть наши сердца по-настоящему изменятся, и радость, которая произойдет от изменения в наших сердцах, распространится на всех окружающих людей с праздником. Слава Богу, Своей Святой, Святому Духу и Венитрии, Пристоима, Венитрия, Ковопи!